Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. И мы начинаем трансляцию последнего матча, последнего противостояния и главной битвы всего сезона ES Portal. Собственно, что по командам? Неужели это удивительно, что Empire играет против Virtus.pro в финале? Нет, ни в коем случае. Конкретно Empire и конкретно Virtus.pro планировались в финале. Собственно, предвосхищались всеми и предсказывались, что будет именно такое противостояние. В гранд-финале это неудивительно. Две команды топ-уровня, две команды, которые получили прямой инвайт на International. Команды, которые повыигрывали в последнее время достаточно много крупных и важных турниров. Ну и, собственно, вот они. Собственно, вот они. Нелегкий путь пришлось пройти команде Empire. В частности, Virtus.pro шли по верхней сетке, а команда Empire упала в нижнюю. Не было Йоку против Веги в матче. И с полуфинала Empire отправились в Лузера. Там выиграли у Якорей. После этого в финале Лузеров выиграли у команды Вега. Ну и вышли на Virtus.pro в гранд-финал. Собственно, противостояние, еще раз говорю, что вполне ожидаемое. Оттого не менее интересное. Ну и на данный момент команда Empire на достаточно хорошем ходу. Состав полный. Состав сформировавшийся давным-давно. Окрепший. И комбинации, я думаю, что будут глобальные от команды Empire. Ну и давайте быстренько об информации, скажем, которая вокруг матча этого крутилась. В чате бывает у нас ссылка. Сможете посмотреть по поводу букмекерского отношения к этому матчу. Команда Empire не является в данном случае фаворитом. Команда Empire имеет коэффициент 2.1. А у Virtus.pro коэффициент 1.7. Это говорит только о том, что букмекеры дают предпочтение команде Virtus.pro и верят, что они выиграют. Ну, это их личное дело. В принципе, совершенно ни на что это не влияет, как уже было показано. Команда Vega Squadron, например, обыграла Empire, имея коэффициент 5. То есть, букмекеры вообще в них не верили. Да и мало кто верил в команду Vega, когда игрался полуфинал против Империи. Ну, тем не менее. Тем не менее. Ну, будем наблюдать. Команда Empire уже забрала себе Tuska и забрала себе Dazzla. Данный герой, именно первый герой, именно Tusk, как по мне, был чуть ли не исключительно командой Empire в мету введен. Потому что очень часто брали этого героя для Алоха Дэнса. Сейчас Tusk уже стал, в принципе, каким-никаким мейнстримом. Вот. А команда Empire, на моей памяти, в общем-то, чаще всех его забирали. Давайте вообще посмотрим по героям, статистику, кто у нас кого-то когда брал. Ну и смотрите вкратце по наиболее пикабельным и наиболее успешным героям от команды Empire. Twin of Pain, это Рубик, это у нас герокоптер, естественно, для Сайента, ну и по мелочи дальше герои. Команда Virtus.pro тоже у нас очень любит Рубика и удается играть, безусловно, на этом герои. Винтерн Виверн также у ВП, в принципе, в одном из топовых героев. Empire брали не часто, но Empire, если не ошибаюсь, винрейт около сотни или близко, по крайней мере, к этому, с наличием Винтерн Виверн в пике. Ну и 5 секунд остается основного времени у команды ВП для того, чтобы забанить одного из героев. Забанили... Забанили Фантом Лансера. Вот так вот, Empire сразу же отвечает баннам Blood Seeker, а еще одна, еще один персонаж, еще один герой, который очень популярен в последнее время, и когда и против кого его только не пикают. Индивидуально избавляются от неприятных героев, герои, правда, такие, что могут поломать любую комбинацию. И Seeker со своим Global Sal'ом, да и помимо этого, потрясающим бустом по демаджу, по... абсолютно... абсолютно неуправляемый, как бы. Со стороны команды Empire банн отлетает помимо Seeker еще и Лешрак и SF. Два мидера первым же банном. Странно, почему Resolution решили не забирать данного мидера. В общем-то, у Риза получается на Лешраке так, как, наверное, ни у кого в СНГ-комьюнити сейчас не получается. Ну и Шейкер тоже отлетает в баню от команды Empire. Обыкновенно Empire забирает Шейкера Йоку. Странно, свои пики решили не дарить соперникам. В общем-то, герои-то несложные для реализации. Почему бы и ВП не затащить на этих героях? Не отдают. Тем не менее, Шейкера не отдают Лешрака и Blood Seeker и SF. Ну и со стороны команды Virtus.pro четвертым баном Bounty Hunter. В принципе, не очень уверен, что правильное решение от ВП, потому как Туск, мне кажется, для Алоха Дэнса. Скорее всего, Лусона Флай заберет себе Флая. А в составе команды Empire частенько Алоха Дэнс зажигает у нас на Bounty Hunter. В общем-то, место Алоха Дэнса уже и так занято Туском. Ладно, личное дело. Ну и Undying. Не точно, вот о ком забыли. Я смотрю, как-то баны у нас неполные. Кого-то не хватает, кто у нас обыкновенно в бане. Undying забирает команду Empire. Ну и пока что масс-файты, по-моему, очень будут неприятны для команды Virtus.pro. Виверна, естественно, тут кого-то одного подсейвить-то подсейвит. Но если шарик вкатится вместе с Undying, с моментальной тамбой, ну, будет очень больно. Еще бы кого-нибудь, кто зафиксировал бы всех вместе и поддержал некоторое время под Томстоуном. Я думаю, Empire еще доберет. Пока что не вижу героя ни для Silent'a, ни для Resolution'a. Midlane герой отсутствует. Ну и, возможно, четвертым пиком залетит именно Миддер, а Керри уже команда Empire будет выбирать. В общем-то, один банк всего остался у Virtus'ов и один пик. Керри у них тоже, как я вижу, отсутствует. А Миддера, по-моему, ВП забрали. Скорее всего, Лина у нас именно на Midlane отправится. Полторы минуты еще есть у Empire. Давайте покажу вам матчевую статистику встреч команды ВП и команды Empire. Личных встреч 42 было. 42 игры, точнее. Ну и 32-10 в пользу команды Empire. Всего было сыграно 73 карты, и Империя выиграла из них 52. Почему на данном этапе фаворитом букмекеры считают команду Virtus.pro, у меня действительно вопросы. Винрейт у ВП не такой уж и большой. 618 матчей сыграны, 297 побед. 48 винрейт у ВП и 40 и 60 с лишним у команды Empire. Такое дело, дело тонкое. Не знаю, что там себе букмекеры думали, но имеем, что имеем. 40 секунд остается у команды Empire, чтобы четвертый пик забрать. Ну и Resolution все уже получил своего героя. Пак отлетает у нас для Team Empire, и центральная линия уже занята. Все, герой для Сайлента остался, поэтому банить команде ВП придется исключительно кого-то в роли Икера. Кентавр для ВП. Кентавр наверняка у нас отправится на сложную линию. Нага Сайрен, Винтер, Вивер, но скорее всего будут в роли саппортов. Лина, это Мидлейн и Керри точно так же, как и Сайлент без героя пока что, так и Иллидан без героя. Команда Empire точно такая же задача, как и у ВП. Забанить Керри. Да ну, да ну. Нет, Empire у нас банит не Керри, Empire у нас банит Дизраптора. А кого вы вдруг в Керри здесь превратили? У меня вопрос. Сейчас Вайпера забанили игроки команды ВП. Ну тут как-то от чего-то глобального защищается и один, и второй коллектив. Как по мне, Керри тут не хватает ни с одной стороны, ни с другой. Ну, Вайпер еще более-менее объясним. Почему Дизраптор по данному пику зашел бы? У меня вопросы. Возможно, Нагу увидела команда Empire в роли Керри. И такое тоже может быть. И потенциал у Наги просто потрясающий. И не так давно у нас даже саппорт Наги, в частности, вот Алоха Денса, саппорт Нага мучила своих соперников с якорями. Эта игра была, Empire в полуфинале, лузеров позволили Наги немножечко нафармить. Нага там с Гвардиан Грифсом, с вспомогательными артефактами, не помню, какой там был еще артефакт, но какой-то из смешных, который не позволяет дамажить, но позволяет неплохо так жить. И вот эта Нага от Алоха Денса и саппорта переквалифицировалась в хорошего пушера. И просто стоп-линия у нас на тот момент Алоха Денса не уходила. Juggernaut. Juggernaut последним пиком в составе команды Empire. И все-таки Рубик, все-таки Рубик. Или Дан забирает себе Нагу. Empire все правильно угадали. Они забанили саппорта, потому как увидели, что Нага у нас будет фармить. Нага не будет у нас на отдыхе, Нага не будет у нас одними сеточками распоряжаться. Ну и окей, окей, окей. Ну что, матч обещает быть более чем интересным. Нага у нас вполне может быть, что заведет эту игру в какие-то 90-минутные дебри. И такое тоже может быть. Но у нас гранд-финал. Я не думаю, что здесь скучная будет игра, потому что, во-первых, играет Empire, во-вторых, Empire играет против Virtus.pro. И понятное дело, что игра будет у нас с файтами, игра будет с большим количеством фраг. Мне так кажется, но это просто потому, что так обыкновенно ведут себя СНГ-коллективы. Но Нага в роли керри обещает, в принципе, долгую игру. Быстро это все закончиться не должно, потому что Нага требует артефактов. Без артов, без того же Радианса арты не появляются. Поэтому, скорее всего, Элидан у нас... Не знаю, как керри будет ли Радик собирать. Обычно для Радианса у нас Нагу отправляют на мидлейн. Но здесь есть кому отправляться на мидлейн. Лина уже с чужими танго пробустили ее. И, скорее всего, Гот у нас будет на мидлейне. Будет ли Элидан на линии фармить Радианс, это вопрос. Посмотрим, узнаем. Ну и давайте сразу по героям пробежимся, кто кого забрал. Резолюшн будет играть на Апаки. Always for the Fly забирает себе Дазла Йоку. Играет на Тускев сложный. Алоха Дэнс будет играть на Андайенге. И Сайлент будет отыгрывать на Джаггере. Давным-давно забытый герой. А Джаггернау-то уже как-то и отвык. Я лично, да и вообще не часто Джаггер у нас в пике залетает. Ну, по данному пику достаточно неплохое решение. ФНГ будет играть со стороны команды ВП на Винтерн Виверн. Ильдан забирает себе Нагу Сайрен. Гот будет играть на линии. Фобос играет на Кентаври. И Лил будет отыгрывать на Рубике. Все. В принципе, файта не состоялась до выхода крипов команды. Расходятся по лайнам. Ну и расстановку по лайнам сейчас с вами увидим. Йоку в сложную отправляется в соло. Никто ему помогать не будет. И, кстати, помощь ему-то особенно и не нужна будет. Он будет стоять в соло против Фобоса. Фобос занимает у нас легкую линию. И будет стоять в одиночестве полнейшем. Сражаться за крипов с Туском от Йоку. На сложной линии команды Виртуз Про. ФНГ на Виверне. И помогать он будет Ильдану фармить. И здесь Лил тоже будет пастись постоянно. Но, возможно, с уходами на мидлейн, с ганками, лишним это точно не будет. Ну и уже у нас, кстати, Лил такую плавающую позицию принял. На линии не топчется. Левел, правда, и не получает. Но, с другой стороны, и не отбирает у того же Ильдана. Ну и здесь Дабла. Конкретно за линией закреплена Сайлент на Джаггере и Олвисон офлайн на Дазли. И Алоха Дэнс в это время по лесу гуляет. Кстати, может быть встреча Алоха Дэнса и Лила. У Антайнга Дикей. Пока что там бой не пахнет. Ну и левел Алоха Дэнс, собственно, не получил. Поэтому Дикей вполне логичен на ранних левелах. У Пака уже третий левел. У Года практически третий. И Резолюшн у нас через Ильзори Орб. Рифт пока что не качал. В близкий какой-то бой против Года входить смысла в принципе и нет. Поэтому Резолюшн здесь не тратит один из скиллов прокачки на Рифт. Ну что, Лил выходит у нас в спину Резолюшн. Зацепить не получится. Получилось все-таки. Ну и Резолюшн, если что, есть. Фейсшифт, правда, и не использовал его Пак. Не использовал и Драгон Слейвом Год немножко поцарапал сзади Резолюшна. До банки еще 150 голды. Дазл в это время тоже у нас приседает по ХП. Ну здесь плотно, в принципе, Лина въелась в Пака. Так, в общем-то, и должно быть. У Лины хорошие рейндж атаки. У Лины очень маленький КД на всех скиллах. Ну и как нюкер этот герой опасен невероятно. Причем до 6-го еще левела. Без всяких лагуна блейдов Лина стереть может любого до 6-го левела. Вот такая, в принципе, задумка-то и была. И Год постоянно выдумывает дать Драгон Слейв, не дать. И отменяет, и цепляет Резолюшна всячески пытается. Тут Майн Геймс от команды Виртуз Прона Медлэйни. И Пак пока что проигрывает в этом Майн Геймс. 14 на 2 по Крепам у Пака. И 12 на 3 у Года Крепстат. Но при этом Год как-то поагрессивнее действует. Хотя, в принципе, что? Резолюшн свое выфармливает. У Резолюшна проблем особенных с ХП. Если есть, то они и выйдут. Курьер у нас уже обузит Боттл. И Медлэйн, в общем-то, теперь устаканится. Каких-то таких сопливых разменов, когда кто-то на лоу ХП недоконтролил и слился, у нас уже не должно быть в принципе. Ну что, Фобос цепляет здесь Йоку. И прилетает сюда Лил, прилетает сюда Иллидан. Трипла перемещается на топ-лейн. И Фобосу, в принципе, надо будет отсюда свалить. А почему ты ушел, Иллидан? Что случилось? У Иллидана 6 на 1. Вот почему ушел. У Йоку есть Сноубол. У Йоку есть Айс Шарц, но он даже не успевает его провязать. Очень быстро распилили Йоку пополам. Команда Эмпайр теряет ФБ, и Йоку отдается... Отдается Рубику. Не самый печальный размен, в принципе, для команды Эмпайр. Но, с другой стороны, приятного в этом мало. ФНГ остался в соло здесь. И я думаю, что Фобос сейчас должен уже смещаться на нижний лайн. Потому что там экспа течет, деньги какие-никакие текут. И надо кому-то-то все это поглощать. Конечно же, Виверн в соло вряд ли оставят. Алоха Дэнс приходит у нас на топ лейн. И Алоха Дэнс вместе с Йоку начинает разваливать Лила. Лил на лоу хп. У Лила 13 хеллс-поинтов. И Лил, скорее всего, отсюда уйдет. У Йоку очень долго еще дайс шад за. И Алоха Дэнса распиливают. Дикей от Алоха Дэнса. У Фобоса мана есть на... Не мана, точнее. Маны нет на стомп, но есть дабл-эдж. Если разрежет, то будет очень больно. Туск в итоге запиливает Лила. И Алоха Дэнс. Дикей-то еще есть. И можно сражаться против Фобоса. Фобос и себе сам голову может отрезать. Дабл-эджем. Ну и выманивает. Выманивает на себя Алоха Дэнс. Но уже близко год. Лучше отсюда уходить. Мана сейчас уже будет на стомп на Алоха Дэнс. Куда же ты, роднулечка, пошел? Алоха Дэнс у нас просто отдается Кентавру. Естественно, можно было идти в одну сторону. Не знаю, почему Алоха не прочекал ситуацию по мане. Маны там еще секунд пять не было. Алоха Дэнс уже к тому моменту мог оказаться под тавером. Да и Дикей провязать какой-никакой ХП получил бы себе. Ну, вроде как недоконтролил немного. Это бросилось в глаза. Ну и Резолюшн. Лоу ХПшный у нас здесь. Вылетает прямо на реку. Ну и заканчивается Резолюшн. Год на Лоу ХП. 38 остается у года. И в итоге ВП забирают еще один фраг. Алоха Дэнс ничем Резолюшну помочь не смог. Не спасти его, не забрать в отместку мидера команды Virtus.pro. Пять минут. Счет 1-3. Ну вот она рубка, о которой шла речь. Два российских коллектива. Дерби. Причем Дерби уже такое классическое. ВП против Эмпайр. Ну и пока что ВП действует поагрессивней. Ну и плоды свои пожинают. ВП три фрага у Эмпайр. Только один. По голде команда ВП проигрывает, тем не менее. Так, 2-3 у нас Нагу забрали. Я быстро как-то от Йоку переключился. Алоха Дэнс уже здесь. Кстати, Фобоса можно и раскатить. Недалеко, кстати, есть ФНГ. Можно, в общем-то, и доиграться. Команда Эмпайр не рискует. И остается при своем. Счет 2-3. По голде Эмпайр 250. Выигрывают по экспириенсу 300. Пока что очень ровно. Графики движутся. Никто у нас из общего списка не выбивается. Не дадут, наверное, по фарму разобраться. Игроки одной и второй команды. Так, Йоку зацепил здесь ФНГ. Через Артик Бёрн. В это время Undying. На реке опять у нас заканчивается. Сколько там Алоха Дэнс будет неприятно идти, аварии попадать. Вы просто на троих разобрала команда Virtus.pro. 2-4 становится счет. По чуть-чуть, понемножку, но Империя отдает преимущество своим оппонентам. Они вроде как лучше фармят. По голде это видно. На графике все время движутся до киллов, все время движутся в сторону Империи. Но киллы, естественно, все это возвращают поближе к нолю. Так, давайте разберемся по крипстату и по Нетворцу. Сайлент никуда с линии не уходит. У Сайлента максимальный крипстат на карте. У него 46 на 29. Резолюшн на втором месте. 32 на 6. Год 30 крипов и 22 крипа у Иллидана. Тут Иллидан, конечно, в минусе. Ну и по голде Сайлент, не участвуя в битвах, а у нас уже 6 фрагов на карте, Сайлент все равно топ Нетворц на карте. Вот Год, кстати, который по крипам не очень, но при этом 2 кила имеет. Поэтому Год очень близко к Сайленту. Ну и где-то так на пятке до наступает. Резолюшн на третьей позиции, 2800 у него. Ну и под смаком, команда Эмпайр. Инфы, как я понимаю, где кто у Эмпайр не имеется. Да, вроде они не видят. Они не видят и сейчас будут выходить на Фобоса. Фобос лоу хпшный. Было бы чем его зацепить. Здесь есть Айшард, здесь есть Сноубол. Айшард там промахивается. У нас Йоку, но в принципе отпускать Кентавра вариантов уже никаких не было. У Тускай есть 6 левел, был Валрус Панч. И дальше под Тауэр. Команда Эмпайр, Алоха Дэнс заходит у нас прямо под Тауэр. Тамба, если что, есть. Тамба второго левела. Ну прошлись, между прочим, так под Тауэром, как себе домой. Игреки команды Эмпайр, Алоха Дэнс. Тамбул так и не поставил. Ну и в это время команда ВП у нас на миде. Я смотрю, концентрацию героев организовали. ПНГ пока здесь в соло. Резолюшн. То на линии, то на руне. Резолюшн далеко не отходит. Резолюшн в файты тоже у нас не ныряет. Как Резолюшн, так и Сайлент. Просто стоят и формят. Ну в этом есть, в общем-то, логика некая. Резолюшн на третьей позиции. Сайлент, кстати, на вторую позицию сместился. Но выглядят по золотишку достаточно уверенно. На фоне того же Иллидана на Наге, который сейчас у нас леса съедает. Ну или Иллидана по золоту не так все хорошо, как, например, у того же Сайлента. Ну и давайте пробежимся по артефактам. У нас уже близко 10-ая минута. У Джаггера есть уже фейсбуцы. У Сайлента также есть Ринго Факвила. И тут по мелочи Квеллинг Блейд и Саут Шилд. Ну и тысяча голды на руках у Сайлента. У Резолюшна, в свою очередь, есть уже ПТА. Есть Боттл. Кстати, Нагу должен Резолюшн соло убивать. Дримкойл у него есть. Уунинг Риф тоже есть. Ну, здесь по ХП 600 всего у Наги. Резолюшн должен суметь разобрать ее. Ну, Алоха Дэнс уже приближается. Уже здесь Алоха Дэнс и Иллидан что-то почувствовал. Понял, Иллидан отсюда старается уйти. Сало пошло у нас от Резолюшна. Ждет, когда разорвет у нас Дримкойл Иллидан. Иллидан не такой уж тупенький, чтобы взять дослиться здесь. И ФНГ уже здесь. И уже у нас Эмбрейс пошел на Нагу. Резолюшна цепляет. Ну, и Стампид пошел у нас от Кентавра. Резолюшн лоу хпшный. Старается уйти всеми вообще правдами и неправдами. В ФНГ вкатывается здесь Йоку. Йоку, Валерс Панч на ФНГ. ФНГ в таверну. Ну, и Резолюшн ошибся здесь с использованием шифта. Года поймали. Алоха Дэнс у нас под двумя дикейми уже. Алоха Дэнс тысяча голды. И Сайлент наконец-то у нас вступил в бой. Год отправляется в таверну. Сайлент на первое место по Нетворцу. Йоку будут ли разменивать? Сноубол есть. Йоку покрутится хоть немножко. Нет, Йоку у нас даже кувыркаться не стал в сноуболе. Разменяли двоих игроков команды Эмпайр ВП. И потеряли, в свою очередь, тоже двоих. В Интерн Виверну ФНГ развалилась. И год развалился. Давайте по графикам. 10 минут прошло. Посмотрим. Эмпайр в плюсе. У Эмпайр преимущество 850. По экспириенсу в плюсе ВП. У них 250. Ну и Сайлент там. 1800 на руках. Пока ничего не приобретал. Я думаю, что вполне здесь ожидаем Мом. В общем-то, стандартное решение. Джаггернаут уже всем мозолил глаза последние 2-3 месяца. И как-то отвыкнуть от его сборки практически невозможно. Мом, Сэнджин Яша, Баша, Рабисал Блейд. И всякая ерунда. Потом Скади, я думаю, мы увидим. Тут, собственно, и ни к чему. Влево-вправо отходить от стандартной сборки. Хорошо нафрагленный Джаггернаут с стандартной сборкой. В лейте и к позднему такому мидгейму команду соперника разваливает. Причем во многом чуть ли не в соло. Сайлент у нас приобретает Персеверанс. Вот так вот приехали. Джаггер у нас, как я понимаю, Баттлфьюри будет себе тарить. Персик на Джаггернаута. Это какая-то новая старая сборка на Джаггернаута. Ну ладно. Ну окей. Тысяча голды. Эмпайр впереди. По экспириенсу графики идут к нолю. Но пока что ВП впереди. Ну и 5-6. Эмпайр меньше убивали, но при этом лучше фармили, чем оппоненты. Команда Virtus.pro. Смещаются у нас на мидлэйн ВП. Резолюшн отсюда уходит. Ну и правильно делает, потому что за спиной у Лила еще два героя. Гот и ФНГ. Кстати, Гот у нас уже с Еулом. Уже раскаст очень неприятный. Все, наверное... Ну не все, но большинство. Кроме Джаггернаута и кроме Резолюшна, если успеет опять же фейсшифт проклацать и Джаггернаут, если успеет у нас проклацать Блэйд Фьюри. В принципе, раскаст Лины никто больше не переживает. Достаточно ранний Еул, да и у Лина уже практически одиннадцатый левел есть. Или да, на пять у нас попался в лесу. Ну, просто асфальтоукладочным катком Йоку перепилил пополам у нас Нагу. И Фобос отсюда просто сваливает. На хасте Резолюшн. Дрим Койл по Фобосу. Оставайся с нами, сейчас будем разговаривать. Ну здесь просто со всех сторон у нас Фобоса зажимают. Успеет ли Фобос хоть что-то вкастовать? Вообще ни единого демеджа не нанес у нас Фобос. Минус два делает команда Эмпайр. На ровном месте. Ну и теперь раз четвером собрались, почему бы не пойти и Тавер не запилить. Не выпилить, точнее. Не жалеют, кстати, скиллов. По-быстрому пытаются снести крипов, чтобы еще быстрее оказаться у Тавера. Резолюшн единственный, кто из этой тусы уходит. Но еще и Резолюшну повезло у него. Так, у нас год пытался поймать Алоха Дэнса. И еще и пытался поймать его вместе с Йоку. Но Йоку снова был очень быстро. Костанул просто в секунду. Под зад дали год. Года Айшардом оттолкнули, хотя должны были закрыть. Ну и Лидан уже палочка-выручалочка. Вот это не керри-нага. Это нага, которая еще без артефактов. Которая пока что убивать своих оппонентов не может. Снова покатился у нас Сноубол. На этот раз влила. Лил лохэпэшный. Под салом от Резолюшна. И Лидана должны ловить. У Резолюшна Дримкоил еще 20 секунд не будет. И Лидана в итоге отпускает. Команда Эмпайр забирает еще один фраг. И здесь подпиливается уже Т1. В принципе, Империя может идти и сносить вышку. Ну, здесь какой-никакой, но... Рывок Эмпайр сделали. Резолюшн уже на Мидлейне. Уже ждет, в кого бы ворваться. Здесь ФНГ практически голый. Фобос тоже у нас. По ХП не такой уж и серьезный. Резолюшн отцепляет за счет ульты ФНГ. На Резолюшн у нас Шаллоу Грейв. Резолюшн отсюда улетает. Еще один килл от команды Эмпайр. Развалили Фобоса. Резолюшн просто на развороте. Дримкоил по-троим. И пошел он мне слэш от Сайлента. Лил на лохэпэ. Сайлент у нас. Через Блейд Фьюри на Лила. Лил. Через Блейд Фьюри от Сайлента. Но куда ты, Лил, уже отсюда денешься? Минус 4 делает Эмпайр. Теряют в итоге в этом файте двоих. Йоку даблкил. Еще и Иллидана здесь закрыли. Вальдер Успанш под задницу Иллидана. Иллидан без Сонг оф Сайрен. Будут ловить его. Лохэпэшные игроки команды Эмпайр. Но бежать бегут. Айшарт на Иллидана. Иллидан молодцом просто. Заивейдил. Куда ты, Йоку? Йоку решил, что не договорил с Иллиданом. 12 хп. Иллидан убивает Йоку. Был шанс, конечно, здесь развалить у нас мейнкерри команды ВП. А потом отдаваться. Потом спокойненько себе отдаваться. Таверам Т4. Ну, немножко здесь туск просчитался. Алоха Денс подарил фраг. Причем подарил фраг не кому-то там, а подарил фраг Иллидану. И Нага первое убийство для себя получила. 12-9. Размен, безусловно, в пользу команды Эмпайры. Посмотрите, какой рывок. От 1 тысячи к практически к 5, если бы не этот не до конца продуманный мув от Йоку. И по экспе. Эмпайр проигрывали, теперь они впереди на 3 тысячи. Радиент. Давайте по артефактам пробежимся. Файты у нас закончились, денежки у команд появились. Давайте запустим модный приговор. У Йоку на Атулске уже есть Аркан Буци, есть Баклер. Куда ты собираешься, Йоку? Мека это будет. Ну, скорее всего, Мека это будет. Потому что на тот же Кримзон Гвард Баклер собирается уже после появления Вангварда. Алоха Дэнс, Урн of Shadows, больше, в принципе, ничего. Тут кое-как ПТ фармит у нас Алоха Дэнс. У Флая в это время только Аркан Буци. Ну и, в общем-то, больше ничего. У Пака уже есть Даггер. Изолюшн с Даггером, у него есть ПТшка, у него есть Нул Талисман, Боттл. Ну и копейки остались. Ну и Сайлент, Мейнкерри, Команда Эмпайр. У Сайлента уже есть после Персика Бродсворд и деньги есть на Баттлфьюри. Все, появляется Клеймер. У Сайлента готов Баттлфьюри, 17-ая минута. Очень даже неплохой показатель Сайлент. Теперь, например, с Иллюзиями Наги будет достаточно короткий разговор вести. Год за Денайл Тайвл. Резолюшн прыгает у нас на хайграунд. Команды ВП. Все это в лесу ВП происходит. Фобоса поймали, Фобоса развалили. Дримкойл не пожалел. У нас мидер команды Эмпайр. Оно, наверное, того стоило. Ранние фраги вещь более чем полезная. Сейчас, если в отрыв пойти, Сайлент стоит себе, спокойно фармит. Сайлента не трогают. Теперь у Сайлента есть Баттлфьюри. И оно вообще само будет фармить за Сайлента. Напрягаться даже не надо. Ну и при этом еще и остальные герои фраги забирают. Эмпайр в отрыв идут очень плотный по золоту. Уже 6 тысяч в их пользу. И по экспириенсу четверка тоже для команды Эмпайр. Ну и давайте по вещам пробежимся в ВП. Рубик, Шмубик, ничего интересного. У Кентавра уже есть Даггер. У Лины от года. После Юла 1200. Как-то маловато. Ну, в принципе, Лилу тут наминали бока. Ну, в это время очень быстро Сайлента стерли. Поздновато сюда прилетел Лил. Даже не посмотрел на умирающего Сайлента. Развалили Сайлента. Получили за него, я так понимаю, немало голды. Тысячу голды просто подарил Сайлент своим оппонентам. И 1250 экспириенс. Кнати, ребята, я не жадный. Странно. Очень даже странно. ФНГ без артефактов. Нага. 2 800 имеет на руках. Иллидан, в принципе, минуты до 23 может и радианс вывести. Если его не будут напрягать. Если какой-то спейс-к рейтинг от ВП будет. То Иллидан, да, в общем-то, с достаточно ровными руками. И бить крипов, как минимум, Иллидан умеет. Причем умеет на таком топ-уровне, что позавидовать можно. Если ВП смогут организовать у нас пространство для фарма Наги, то у Эмпайр могут появиться проблемы в скором времени. В соло Йоку выходит на Нагу. У Наги есть Синг оф Сайлент. Пока что не поет Иллидан. Понял, что и так сможет уйти Алоха Дэнс уже здесь. Ну и Иллидан просто вынужден отсюда уходить. ВП под Смакомбо, вражеский лес. Здесь Алоха Дэнс, здесь Йоку. Эти два килла прям просятся уже у нас в команде ВП. И увидел Лила здесь Always on a Fly. Просто, между прочим, пробегал по лесу. Очень кстати пробегал по лесу. Резолюшн прыгает на двоих. Лил и Гот у нас под Дрим Койлом, под Сайлентом. Визори Орб провязал у нас Резолюшн. Дэмэджа внесли тьму, тьмущую в команду ВП. И Гот отправляется в таверну. И Лила отправляется за ним. Эмпайр забирает два фрага на ровном месте. Зарабатывают 1-4-8-8 экспириенсов. И 911 голды. Куча популярных цифр. 15-10 становится счет. Эмпайр сразу же свое преимущество численное реализует в еще и забранного Рошана. В принципе, что? Медали он есть. Роха сыпется как глухонемой. У Сайлента после Battle Fury появляется Blade of Alacrity. Ну и деньги уже есть, в принципе, на Сен-Жин-Яшу. О, не на Сен-Жин-Яшу, просто на Яшу. Сен-Жин-Яша будет чуть-чуть попозже. Если будет, кстати. Вполне может быть, что Джаггер у нас и Манта Стайл соберет. Вдруг есть против кого? Сайлента я тут, в принципе, ни от кого не вижу. Ну, наверное, Сен-Жин-Яша по классике будет тот Сайлента. Ну или Дан ищет пространство для фарма. Все пытается где-то на одинокого подфармить, заработать деньги на свой Сакрит Релик. Получить возможность какого-то преимущества для команды ВП. Пока что ВП проигрывают и проигрывают уже колоссальное количество денег. 11 тысяч голды, 7500 экспириенса. Не знаю, вывезет ли в итоге Нага все это отставание команды ВП. Но будет фармить один или да, остальные ведь фармить не будут. Ну, я не к тому веду, что это неправильное решение. Безусловно, это правильное решение. Забрать на Нагу Радианс, это приносит победы на чемпионатах любого уровня. Но спасет ли это команду ВП? Потому что ВП в очень незавидном положении уже. 3800 по голоде есть у Наги. Сакрит Релик уже полетел в Курьере. Ну и Иллидан продолжает фармить, на этот раз на рецепт. Ну и Т2 у команды ВП уже начинает речать. Савент в принципе имеет много демеджа. У Савента достаточно хороший атак спид. Тауэр сыпется быстро. Плюс под Хеллингвардом, плюс недалеко есть Увесу на Флай. Все необходимые подсейвы имеются. Ну и все, Т2 по миду упал. Последний внешний тавер у команды ВП остается на топ-лейне. Эмпайр остается на мид-лейне. Они имеют информацию, где находится Нага в это время. Нагу надо сюда стягивать, и стягивать ее почему бы и не агрессией. Иллидан продолжает фармить. Тауэр уже свою порцию демеджа получил. Гвардиан Грифс у кого? У кого это? Йоку. Ходячая аптечка. Йоку у нас уже с Гвардиан Грифсом. Меку собрал, собрал Аркан Буци. Я как-то этот момент провтыкал. Все, за Сайлентом слетел Резолюшн. На хосте Резолюшн, если увидит Иллидана, в принципе заберет его. Дримкойл есть у Резолюшна. Он прыгает как раз-таки к Наге. У Наги нет маны на Song of Siren. Все, до свидания, Радианс. До свидания, команда ВП. Увидимся в следующем матче, мне так кажется. Потому что Нага у нас 22-ая минута. Нага у нас практически без артефактов. Sacred Relic, в общем-то, сам по себе немного дает Наге. Важно получить Радианс. Но к тому моменту уже могут быть спушены все товара и одна из линий забрана. Команда Empire. Да, мустация не очень приятная у команды Virtus.pro. Ранняя агрессия от команды Empire. Ранняи врывы. И достаточно функциональный, универсальный состав по героям. Йоку вывез все необходимое, в принципе. Guardian Greaves есть. Это даже больше, чем хотелось ожидать у нас от Йоку. У Флая тоже все необходимое есть. Близко не подходил. Ульту дался еще при заходе в файт. Где-то кого-то зацепил. Кого-то за счет Шалу Грейва, Шадоу Вейва. Всего-всего, что есть от Дазла. И все, и стой, дерись. Те, у кого должны быть артефакты, артефакты уже заимели. Гот у нас. От Йоку просто рассыпается. Но Йоку здесь вообще он файер. Он не останавливается. Он в любую абсолютно драку врывается. Причем первым. Минус два уже от команды Эмпайр. Понесли дальше. Стоит у нас Томбсон. Фобос под мумиями. Фобос пытается отсюда уйти. Резолюшн лоу-хпшный. Через Шалу Грейв спасает резолюшна. Врыв на ФНГ. Минус три от команды Эмпайр. Уже триплкил от Йоку. Остановите. И действительно кто-нибудь его. Фобос пятым героем отправляется в таверну. Вся команда Эмпайр фуловая. Вся. А Эга на Сайленте стоит на месте. Никуда не девается. Джаггер в это время пилит нижний тавер. 22-10. Две с половиной по голде. Пять по экспириенсу. Эмпайр просто поиздевались над командой ВП. Ну и посмеялись над букмекерами, как я понимаю. Да, вот это месиво. То, о чем я говорил. У нас скучной игры не может быть в принципе. Потому что это дерби и дерби ребят просто калериков. Которые на месте не стоят. Которые в любую драку лезут. Есть на то артефакты. Нет на то артефактов. Гоу файт. Скучно как-то стало. Джаггер все-таки собирает у нас Манта Стайл. Сайлент решил через Манта Стайл пойти. А не через Сенжин Яшу. Пошла ульта у нас у Сайлента в ФНГ. Все абсолютно. ФНГ у нас под коллендрейсом. Ну и Сайлента поймали. ФНГ вряд ли отсюда уйдет. Минус Винтерн Виверн. Уже Виккед Сикет Резолюшн и Резолюшн в самом центре событий. Где ты кстати? Резолюшн под... Рядом с Йоку. Йоку под Шалу Грейвом. Сайлент закончится. Йоку тоже должен закончиться. Нет! Йоку выхиливается через Гвардиан Грифс. Йоку не могут убить. Йоку в Сноуболе. Максимальное время там проводят. Йоку наконец-то распилили. Уже я даже этого просил. Потому что ну как-то неприлично даже так долго жить. Резолюшн. Уже у нас Монстр Килл имеет. Дальше за Иллиданом. Иллиданом. Без Радианца. Иллидан и Радианцевой не получат. Резолюшн. Гадла Икс 3. Сторона упала. Уллисона Флайм Райд от года. Лагуна Блейд в одного Дазла. Это знаете ли уже... Эпик Рис этого матча. Ну и более 20 тысяч. Импайр по голде. По экспириенсу. Более 17 тысяч. Тоже в пользу команды Империя. Сайлент потерял Оегу. Но по-моему потерял ее в бою. Не потратил. Просто время пришло. Оега развалилась. Хотя может Сайлент и убили. Я не обратил на это внимания. Команда Импайр. По голде выигрывает 24. По экспириенсу 17. Это все на 25 минуте. И Нага. Идет со счетом 1-5. У бедняги Иллидана шансов вытащить эту катку. Ну просто по минимуму. То о чем я говорил. Когда у Наги будет Радианц. Одной или нескольких сторон. Уже не будет. И обратите внимание на нижний лайн. Нижнего лайна уже нет. Команда Эмпайр. Уже не команда. Точнее не Эмпайра. А команда Виртуз Про. Уже начинает у нас страдать по фарму. И Нага с этим Радианцем получает меньше золота. Даже если и получит Радик. Одними иллюзиями. Без артефактов. В принципе. Сильных крипов уже не так-то просто будет слить. Да и денег не так много уже будет капать Иллидану. Ну и в одно лицо здесь мне кажется не вывести. Резолюшн уже с Хексом. У Резолюшна есть даггер. У него есть... У него 9-2 счет. У Сайлента есть Манта Стайл. И Сайлент уже у нас собирается в Айов Скаде. Ну здесь кого бить этим Радианцем? У Сайлента 2000 хп будет вместе со Скаде. Ну и Сайлент заходит на хайграунд. Пилить Тауэр без проблем в принципе. Через 5 секунд будет Хилинг Варк. Цепляют Сайлента. Сайлент под ультой ФНГ. Сайлента бросают в Глимерке. И в Том Стоун пошел у нас от команды Эмпайра. Куда Сайлент делся? В Сноуболт что ли Сайлент делся? Год запилил просто в никуда у нас Лагуна Блейд. Вот это поперло команде Эмпайра. А, Резолюшн уже Бион Год Лайк. Фобос. Лоу хпшный. Просто валить отсюда. Стампит от команды ВП. Файт на хайграунде. Эмпайр попутно еще напиливает Тауэр. Хилингвард стоит. Ему никто не может тронуть. Хилингвард по-прежнему действует. Сайлент лоу хпшный. В Сноуболт ныряет. У нас Сайлент за Фобосом. Фобосу удар под зад. Фобос у нас в Колд Эмбрейсе от ФНГ. Сайлент по-прежнему живет. Да и никуда вообще Сайлент не собирается. Лил украл Шалу Грейп. Сайлента выхиливают. Что происходит? Почему они не умирают? Эмпайр, сделайте что-нибудь. Но это уже не серьезно вообще. Это закон настолько жить. Сайлента сейчас будет 16 левел уже. Как там бедняжка или Дан, или Дан без намека, без возможностей, без вообще уже наверное попыток собрать свой радианс. Мидлейн команда Эмпайр по идее должна забрать. У года есть Лагуна Блейд. Сайлент просто допиливает барак на мидлейне. ГГ пишет команда ВП. Вот вам и пожалуйста. Вот вам и букмекерское отношение к команде Эмпайр. Первую игру Эмпайр раскатали за 27 минут 43 секунды. ВП очень в очень неприятном положении сейчас находятся. У них конечно есть шанс еще на поражение. Напомню, Best of Five катка играется до трех побед. Но со старта такую плотную и быструю игру организовали игроки команды Эмпайр, что как бы так на тупом и не дотащить до третьей игры и выиграть со счетом 3-0. Не буду конечно ничего придумывать и сочинять, но на первом этапе команда ВП вряд ли чувствует себя сейчас свободно и раскованно. Посмотрим, что ВП придумают во второй игре и что придумают конечно же игроки команды Эмпайр. Пока что смотрится все на 5 с плюсом. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Транслируем финал ЕС-портала, матч в формате Best of Five. Первая игра сыграна, впереди еще как минимум две игры. А может даже все четыре, вечерок обещает быть интересным. Все, до связи, 5-6 минут, не переключайтесь.